Именно так, рискуя напороться на железные прутья, дети дома 1А по улице Кремлёвской пробираются на детскую площадку соседнего двора дома номер 2. Камнем преткновения стала калитка. Раньше ребята спокойно проходили здесь, сегодня же её заварили. Но даже очутившись в доме по соседству, поиграть детям там вряд ли удастся. Ребят оттуда попросту выгоняют. Началось с того, что благоустроили соседние дворы. Наш двор остался бесхозный, так сказать. Соседи до того дошло, что уже загородили нам проход, чтобы дети наши вообще туда не бегали и играли. Мотивируют тем, что это только для их детей сделали. Нашим детям туда дорога закрыта. Наши дети прыгают через вот этот забор, а если не дай бог, кто напорится вот сюда. Играть возле своего дома дети не могут. Здесь нет ни скамеек, ни гачель, ни горок. Вот и пробираются ребята до благоустроенного двора двумя путями. Через железную ограду или в обход дома. Первый вариант малышню прельщает больше всего. Так быстрее попасть к разноцветным горкам и качелям. Дети лазят на площадку щекой. И получится так, что кто-то здесь проборит, не дай бог, не дай бог, что-нибудь случится. Они на себя вину не возьмут. Они на себя вину не возьмут. А я скажу, сказал, говорю, вот кто законопатил вот эту вот калитку, тот и будет крайним. Жильцы, на чьей территории расположена детская площадка, уверяют, что кахоза муровали не от детей. Мол, рядом с домами находится крытый рынок. Забор и калитка – это спасение от мусора и стоянок во дворе. У них такое самомнение, что мы отгородились от этих людей. Мы отгородились от крытого рынка. У нас проблема, знаешь, выпили, пошли вот здесь на бафе и убегли. Приходят скрытого рынка. Мы им объясняли. Вы знаете, дети, пожалуйста, играют у нас во дворе. Никому, никто не запрещал. Обманывать не надо. Никто никому не запрещал. Детей мы даже зовем. Начальник отдела инфраструктуры и благоустройства Абайского района Шумкента Гульжан Алтаева не отрицает, что калитку заварили коммунальщики по просьбе самих жителей второго дома. А то, что с соседями никто не посоветовался, так это не их головная боль. Дом первоначально имел двор, какой вид у нас есть. До и после фотографий, да, была калитка и было ограждение. Потом, когда ремонтные работы шли, вот это ограждение подрядчики снимали. Потом, когда жители попросили на место установить ограждение, ограждение они на место установили. Но калитку, калитку, это за счет жильцов, просьба жильцов этого же дома. Мы не имеем права, во-первых. Калитка незаконна. 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 Тогда убирайте. Так законно или нет, противоречивый ответ сотрудника Акимата еще больше запутал разъяренных жильцов. Насчет раздела территории Акимат никакого разрешения или не имеет права выдавать. Это согласие жильцов, потому что сейчас, в данный момент, каждый дом находится как объект кондоминиума. Домком дома, оно как через юстицию должно зарегистрироваться, как юридическое лицо. Как юридическое лицо, и у них должен быть юридический счет, чтобы ежемесячно вкладывать средства для сохранения жилого фонда. Ремонтные работы произвели бы по дому. Мы облагоустроили двор. Сейчас, в данный момент, за эти дворы кто будет нести ответственность? Так как у нас в городе не действует ЖКХ, КСК нету. 300 тенге ежемесячно оплачивать за услуги, у нас нету договора, никто не хотят. 12 месяцев, кому будем это 300 тенге платить? В Абайском районе находится 258 дворов. Из них благоустроены 220. Больше 30 дворов ждут выделения средств. Не исключение и двор дома 1А. Проект и смертная документация были готовы еще в 2013 году. Дело встало за финансированием. Здесь все предусмотрено и полисадники, и ирригационные лотки, а также асфальтирование дорог, прокладка тротуаров, а также игровые элементы для детей. Но на сегодняшний день заявка уже выдано, дано о просьбе о выделении средств бюджета. Как будет выделяться средств, строительные работы начнутся. Выгонять детей с игровой площадки, которая была построена на государственные средства, права никто не имеет, уверяют в Акимате. Вот только детям рассказывают обратное. Мы приходили на площадку с друзьями, сначала на эту, нас отсюда выгнали, пошли на другую, нас оттуда выгнали, пошли на третью и нас оттуда выгнали. И нам пришлось идти снова во двор и играть там. Я спросила, нам лазить по гаражам, он говорит, да, лазить по гаражам. Там есть бабушка, она в нас камни кидала и палками гоняла. Договориться полюбовно жильцы так и не смогли. Теперь враждующие стороны соберутся в горы Акимате. Продолжение следует...